первый раз на мастерской душе девушка я не думаю что мне нужна и вас к что преисполнится есть выбор либо на олимп наверх либо все ты потонешь в этой посредственности нищете а вот вообще мне все равно что вы мне скажете я сделаю то что мое сердце так чувствует самый дешевый товар в мире что людское мнение плевать мир перевернулся меня так сломали смотрите какие у меня тачки машины ключи это твое эго говорит смотри твоя пизда конечно главное не укатиться в ольгу бузову сейчас такие фанаты фу мудак типа и я бы очень хотела закрыться от всего мира и сидеть писать какой-нибудь гениальный альбом кто плакал от людского безразличия но безразличным не был никому всем привет у нас сегодня необычный гость первый раз на мастерской души девушка давайте поаплодируем так давай я тебе дам слово и ты сама себя представишь я считаю это очень уникальная творческая но лучше это сделаешь ты спасибо что позвали меня зовут али чиблист и куда смотри посмотри на меня хорошо я творец артист блогер музыкант учитель английского назовите меня как хотите вообще встреча наша была с тобой необычная потому что мы встретились в москве в нашем районе где это и я вместе живем и так получилось что как-то на английском это все зашло перетекло и в итоге оказалось что ты жила в америке я учился последние пять лет в америке и мы на этой теме типа недавно только вот начали разгонять и я узнал что ты вообще еще и в творческой индустрии москвы до россии вращаешься интересно вот твое мнение узнать сразу до ворвемся в диалог вот как после того что ты вот эти вибрации в америке там в калифорнии рэпа поп-индустрии почувствовала вот как вот в чем разница где разница разница где для тебя лучше или нельзя сказать фабрикс я отвечу на твой вопрос скажи мне пожалуйста не очень интересно а как и почему ты вообще подошел как это знаете это был тот момент когда девушка вышла в 9 утра выкинуть мусор так вот как так я же не говорил на английском но в калифорнии если бы девушка вышла выносить мусор я бы не подошел ты знаешь там почему я такая на пробежку вышла в девять утра думаю о май гад но я помню что было что-то холодно я почувствовал какие-то вибрации но типа было необычно по по кажется я просто шла что-то пела а может быть да ты была в наушниках точно у тебя какой-то такой вайб был ну типа прикольный я думаю вау типа синхрон айс с калифорнии вайб типа открытые люди все это типа занимаются тем что любят и типа мне кажется вот в тебе тоже тут есть такая прикольная наверное ментальность чуть-чуть того мира то что ты вот это прямо через творчество транслируешь если кому-то плохо ты мне говорила ты подойдешь там сделаешь комплимент подбодришь улыбнешься то есть не нужно говорить какие все там грустные да в этой холодной серой следе говорится про твою вибрацию то что спросил ранее чем отличие если в штатах раньше я думаю что все улыбаются у всех такая наигранная улыбка да и в целом о чем говорили да когда мы заходим в помещение мы хотим чтобы персонал всегда нас обслуживал очень классно всегда натянутая улыбка никто тебе не скажет ну кто там следующий а когда ты приходишь в помещение неважно в ресторан в кафе в отель улыбка и здравствуйте а что вы сегодня ели даже в школе в английской в американской школе могла медсестра спросить до уроков как вы себя чувствуете как у тебя настроение как дома все если ты скажешь то что арон филка мне не очень тиграть ну иди домой а у нас что меня круто круто всем привет я лечи близ как дела не хорошо а feel successful да 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 очень круто что я вот смотрел у тебя есть такие вставочки на самом деле прикольно комбинировать вот ты говоришь на одном языке и типа сложно сказать допустим преимущество слова можно сказать benefit и типа ремонт и типа сам иногда когда ты это делаешь неосознанно у тебя это типа типа вот плохое слово в русском языке у тебя это круто миксуется и типа я не не понимаю почему нельзя же отрицать что еще один язык плюс французский плюс испанский это расширение твоего потенциала ты можешь больше импровизировать больше играть там мимикой потому что каждый язык это до мышцы на лице в определенном образе чтобы fluent разговаривать сегодня захейтит значит люди которые не знают языки они будут такие вставлять мемчики пишите да в комментарии если мы набираем 100 комментариев и выше мы сделаем второй подкаст или сделаем подкаст машине потому что мне очень понравилось как ты карпул караоке перепеваешь или поешь свои песни есть очень крутые свои треки которые тоже потом можете найти по ссылочке где-то там перейдем спасибо большое что еще вот интересного смотри я за за то чтобы находить плюсы во всем да очень прикольно жить в америке очень прикольно жить в россии очень прикольно путешествовать туда-сюда но лучше находить позитивное и расширяться и договариваться вопрос вот как ты какие ты ощущаешь ну преимущество что ты тут и преимущество что ты там но быстренько вот если чек-лист у меня нет преимуществ я считаю что я наоборот как знаешь белая ворона в стадии мне просто повезло что мне в четыре года в атмосферу эту опустили до 4 года уехал да то есть понимаешь в 11 лет люди школе в школе учат английский и на выходе present continuous это что это такое и стоит вообще такое не знаю мне просто повезло в тоже в четыре года туда меня отправить тебя если в четыре года отправить в африку ты тоже будешь танцевать я уверена что это кстати челлендж можно своего ребенка тупо отправить там боман и он раз новый язык отдавайте свои детей обязательно в американскую школу мультинационально лингвистическую пашка молодой да они схватывают быстрее на внешне это знаешь как вот я познакомился там с парнем одним он говорит вот я знаю слова тейбл я не знаю как он говорит на русском звучит он уже просто тоже рос когда ему показывали вот этот предмет он так называется и он ну тупо не знает как это на русском и такие вещи типа прикольно когда у тебя есть возможность впитывать как губка там 6 языков до шести лет когда ты представляешь какой тебе багаж родители типа положительный засунули когда ты не думаешь вообще и на 6 языках это просто с тобой как влитой конечно очень круто что насчет вот музыки тут вот какие-то ребята там пытаются английские комбинации слов добавлять в творчество но у кого-то это органично звучит у кого-то нет вот есть у тебя примеры тебе что нравится мне нравится блага white очень стебно прикольно это делает блага white привет слушай отдать дань то что пацаны молодцы стараются и сами учат это только мне повезло они сами учат язык они сами пытаются они сами не знаю как они это делают не знаю токсис интересный исполнитель он начал делать на английском насколько я слышала пока токсис да пока big baby tape не сказала ему слушай чел делай на русском у тебя получится а я послушал в la big baby тейп у него такие крутые биты да но это все что у него крутой мне кажется ссоре я могу просто честно высказывая свое мнение типа мне кажется везде нужно добавлять некий смысл вот условно говоря есть оксимирон который как бы он там круто не говорил на английском оксимирона уже больше поэт но он очень но смысловые нагрузки настолько ну раскладывает глубину слишком вот рэп это индустрия где нужно до расслабление я может дед уже просто старая я принимаю всю всю негативную на вайпер стилечки мне нравится мне допустим нравится к не уэс мне нравится дрейк нравится трэвис скотт вообще взорвался конечно ну а ты тебе нравится из русских исполнителей мне нравится одна песня тэн эйч нету интереса я паровозик который смог не но у него такая история прикольная вк клип снять под этот трэчок но это не то чтобы мне давало мотивацию то чтобы я слушала меня гиммер тогда однозначно он и глубокий и и вот как будто он на айваске постоянно ну что такое айваска зачем психоделическое меняющее вещество что у тебя было после айваски что вообще кайф я типа очень прикольно посмотрел под другим углом на жизнь посмотри жизни обстоятельства они вот так тебя сталкивают и типа иногда ты просто не видишь и не понимаешь что с тобой происходит а когда ты используешь любое вещество которое чуть меняет твой взор ты можешь посмотреть вот так вот снизу и такой вау а тут же есть смотри как ты что а ты не веришь в свою жизнь свою судьбу что тебе самому будет предназначена в какой-то момент увидеть что мне было предназначено и вас к долбанусь со своим другом в майами юра юра привет юра и кара он очень крутой реально к нему все русские приезжают делать не знаю я не делал мне я не думаю что мне нужна и ласка чтобы преисполниться нет это типа во первых это не реклама никакая не против этого осуждаем за натуральный путь но но вот у и кстати мияги он тоже это делал в нью-йорке и поэтому он прям считывается вот у него нереальный вайб когда мне было там наш я работал плохо я просто включаю там реле или горы мама ну типа блин это это настолько и глубоко и просто и на и на вибрации а если включаешь big baby tape у тебя типа какой-то big baby tape так или нет я даже возможно ну окей ну блин мне на самом деле я только позитив чувствую я вот чувствую то что все равно кто бы что не говорил вот очень крутую тему ты сейчас затронула смотри помимо артистов до которые и там и тут есть у нас есть еще и допустим в россии в культурном слое достоевский пушкин и типа сейчас говорят что этих ребят ну артистов большого масштаба нету но если посмотреть на американскую историю там тоже были отцы основателей которые были там последователями философских там умов европы которые эмигрировали и они конечно 250 лет назад когда конституцию создавали гениальные вещи творили но сейчас кого мы видим это байден это камал харрис это вот эти все какие-то экстра левые личности которые ничего экстраординарного не делают но говорят вот будь уникальным и тогда тебе дорога вперед и быть чуть-чуть наши тоже это копируют сейчас вообще вся поколенческая модель поменялась но мне мега нравится как здесь все я открыто и честно говорю если бы мне что-то не нравилось я бы сказал блин россия здесь плохая но вот в каких-то творческих аспектах я вообще ну типа ухожу в разнос потому что вау прям ну типа реально вау лучшие композиторы и поэты и все-таки россия и европа нету композиторов по моему из америка поправьтесь не ошибаюсь моцарт чайковский это же все конечно же америка была создана 250 лет назад 242 если быть точным конституция была 1678 тоже поправьте меня в комментариях если я ошибаюсь невозможно знать все есть да расскажи про свое вот как ты вот ты что нащупала вот и тут ты возвращаешься вот что ты хочешь транслировать здесь какая-то философия посыл или же знаешь моя философия где родился там и пригодился неважно где ты как делай то с теми возможностями которые у тебя есть сейчас и даже что что я вот такой сделалась мне все равно есть какая-то патриотическая нотка и если бы мне сказали делать музыку в штатах или в россии но сейчас я бы ответил точно для россии и возможно этим и примером и такой философии показала бы что неважно где и как меня помотало но я помню свои корни я хочу сделать вклад для русской индустрии музыки вообще если если ты читала есть паула каэлья алхимик 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 я его на английском даже читал alchemist это типа любимое произведение уилл смита он его педалировал я начала читать пока еще не трогал смысл в том что ты сказала чувак родился в испанской деревушке объездил весь мир там африку марокко и так далее и вернувшись а он искал клад какой-то всю жизнь и вернувшись обратно он нашел клад прям вот в том месте где родился копнул вопрос том что у него не было скилла у него не было осознания нужного правильного и каких-то ну время правильное пришло он набрал насмотренностью во всем мире приехал и начал ну типа и сокровище это всегда она просто ты не готов к нему а чтобы быть готовым но это обычно для мужчины есть некое даже специальное слово что мужчина должен уйти из зоны комфорта 500 испытаний пройти если он сделался закалил стержень сильнее он ну чуть ближе к этому до сокровищ видишь как мы вот так вот прыгаем от творчества философии круто прикольно это все связано конечно и даже про артистов мне кажется мало просто быть репрезентативным человеком и читать писать рэп нужно чтобы было что-то в корне чтобы тебе было что сказать вот этот как раз строгой в россии очень много хаса нужен да то есть если тебе не о чем сказать и вообще в такой сложный ниши девчонок рэп индустрия вообще думаю что девочки вообще не нужно туда идти это девочка должна петь ну опять мне не нравится слова должна на девушка должна окей я скажу слово должна должна петь должна быть женственной так получилось просто что мне что сказать и вместо агрессии да там на улице или где-то с людьми вообще я молчу я иду писать это в текстах и это мой смысл вот посыл такой показывать миру что я могу но это тоже закреплено какими-то действиями что и и жили мы в штатах но жизнь была там не супер классная и семья у меня знаешь не вечерами встречают свой за ужином по выходным кино домино и так далее то есть был тоже какой-то строгал и хаса и возвращаясь из штатов в россию когда я приехала сюда поступать университет но мир перевернулся меня так сломали нет почему мы жили в загородном доме сзади backyard там 20 минут до манхэттена и тут моменте ты приезжаешь на самолете у тебя сталинка подъезд гопники какой-то год был это был я поступала в 2015 еще годик-два получилось чтобы сдать экзамены где-то в седьмом-восьмом классе я вернулась но это будет 13 14 в одну мир перевернулся так ого и плюс если бы еще не вернуть блок поддержка семейная еще случился обвал рубля это ты расскажешь про это у меня случился обвал семьи в этом году и понимаешь это все это про то что и и вот то что со мной до произошло и получилось я об этом читаю в текстах не могу себе позволить это про это вот мы все говорим про то что если есть что сказать вот тогда ты становишься поэтом серьезом дети воспринимают не просто что что я выпендриваюсь в ее я не знаю здесь можно рогаться модно посмотрите какие у меня тачки машины ключи это индустрии это не про это 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 про хасл это про то с чем ты переживал и и ты это выкладываешь вот в музыку стихи поэтому круто вот особенно мастерская души это мне очень нравилось стихотворение читать раньше то америке прочитай пожалуйста стихотворение сейчас прочитаю смысл и посыл в том что вот когда ты читаешь стихотворение ты по сути каждый человек когда его слышит он переживает свою историю почему переживает потому что мы все одинаковые мы абсолютно все 99 и 9 процента либо папа с мамой разведены но вот одни и те же проблемы все из детства вся психология почему все зарабатывают на этом деньги потому что ну один раз это знакомо почувствовал да и вот стихи и вот текста какие-то глубокие как ты говоришь они способны как вот бальзам иногда лечит однозначно типа вот мне нравится и на сейчас вот рассвет приходит к тем кто видел тьму во всем ее убийственном величии кто плакал от людского безразличия но безразличным не был никому рассвет приходит к тем кто был в пути не зная ни усталости не лени кто обессилев падал на колени но поднимался продолжал идти и зажимая волю в кулаки вдруг находил ромашковое поле и обессилев от щемящей боли свои ладони прятал в лепестки тем кто похоронив свои мечты и помянув их устремлялся дальше кто смог среди предательства и фальши не растерять душевной чистоты ну и так далее и тому подобное да на самом деле просто стихотворение я считаю умирающая ниша в плане вот нас сейчас двигают очень быстро у нас ритм жизни и вот особенно в мегаполисе стали быстрее рилсы конечно же не интереснее вот эти длинные драматические я понимаю что рил снять тик ток сейчас 21 век век быстрого контента слайдну рис риснул и это тоже минус тебя раз фокус такой сложно собраться и знаешь чего не хватает потому что наверное люди начали хотеть кайфа всего быстро и сразу доступно все вот этот дофамин ступна да конечно ты представляешь вот ты спросил про физиология что этого моя философия я бы очень хотела закрыться от всего мира и сидеть писать какой-нибудь гениальный альбом сколько бы мне это потребовалось 5-10 лет чтобы не выпускать каждый месяц потому что есть контент-план тоже есть релизный план то что есть команда которую хочется поддержать и не доказать им что ты можешь чтобы ты был на плаву у них в артистов понимаешь хочется конечно но еще больше хочется не бежать выждать паузу как многие даже книги но нижней пишутся сразу быстро быстрее бы закинуть пост инстаграм чтобы все там за лайкали все всем серии постнули побольше лайк побольше просмотров тут нету дисциплины и жесткого менеджмента регламента тут есть вот ты поймал вот мне кажется нужно войти в особое состояние состояние вот где ты синхронизирован с космосом вселенной и и вот я считаю что никто из нас ничего не пишет вот и просто синхронизировался и так раз ты как канал через тебя идет вот это вот то что ты типа вот где-то прожил и у ты очень в красивой форме я считаю это просто можешь положить на текст наверно слова смотрел фильм everything is a remix ну надо посмотреть все в жизни ремикс да какого года ты мне знаешь что напомнила есть мой год 2008 да по моему там было еще ремейк и я обязательно посмотрю хочешь я сейчас тебе покажу не поверишь я еду из лос-анджелеса в сан-диего или в сан-франциско наверх на север и там такая красивая дорога psih pacific cost highway у меня типа мустанг какой-то без крыши и тигру меня мурашки мне скинули группа мистер big можете прочекать американский чувак взрослый у него живой концерт называется wild world смотрите я включу эту песню у меня просто мурашки наш исполнитель один он просто один в один но этот минус типа положил сейчас я вам включу что вы поняли медлячок чтобы ты заплакала и хотел надо сыграть и вот так вот так 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 baby love you ну ты же понимаешь это баста до один в один вообще просто мистер big никто не знает его типа и ну и вот это не за ремикс точно ты берешь и под себя поинтерпретируешь это и все тиньков сейчас нужно говорить т-банк т-банк 6 лет учился в беркли один в один чем он там увидел чем пользовался приехал сюда видит блин нету раз и сделал адаптировал под экономические там какие-то параметры россии все номер один сейчас там банк словно говоря в топе все что ты где-то насмотрелся увидел кто-то уже создал по что не мы создатели я не читаю что человек что-то сам создал это твое эго говорит смотри кое пизда конечно снубдог говорит я бля но это я думаю что он стебет всех что он может должен благодарить себя я думаю это стёб но по факту вот очень крутой артист это очень крутой проводник или кондуктор знаешь в поездах такой бабушка кондуктор которая реально проводит смыслы но чтобы провести смыслы реально мне кажется очень нужно заслужить это своей судьбе своей пережить какие-то вещи нету мне кажется ни одного чего как-то вот просто родился ему бах с неба вот такие глубины у всех но типа это нам кажется что блин какой он везучий так же у него получилось у меня кстати был один вопросик для тебя сейчас что сделала тебя сильно какие моменты в жизни вот как ты считаешь какие были переломные моменты жизни или один самый что сделал тебя сильно холод то что не было не было того что было у других то есть я всегда ну типа я вообще по этому поводу не расстраивался но было очень много моментов когда допустим я приходил в школу после третьего урока обычно кормили ребята кто со мной учился подтвердят можете написать в комментариях нам после третьего урока давали макароны сыром то было типа отвратно и очень отвратно и ну а пицца кругленькая была у кого ну типа и и и возможность бесплатно покушать возможность что-то купить да и ребята все отказывались у нас было семь человек все семь порции мне отдавали я ел семь порций уходил домой после третьего урока типа приходил чтобы покушать но мне в какой-то момент типа казалось что-то не так и надо чтобы эта ситуация никогда не повторялась то есть то что был голод и ты даже в этом плане использовал смекалку что-то еще чтобы компенсировать недостаток чего-то мне кажется вот этот некий перекос в сторону того что вот если баланс у тебя все окей у тебя хватает достаточно всего в жизни у тебя нет никакой натуральной мотивации пробивать этот потолок когда у тебя жесткий перекос ты такой блин ну я не хочу в этой яме сидеть надо что-то делать поэтому ребят радуйтесь если у вас трудности в жизни благодарю только плюс такой о ура меня как-то подломала о что-то не так значит здесь будет крутой выход еще одна дверь откроется а можем что-то из твоего включить можем типа ну ты сама можешь включить либо я дамочка посыл everything is a remix я отслушиваю биты для новой песни и вот это про то что вот ты говоришь что тебя сломал быть как все да нету это седьмой тарелки там с макаронами и я долго так жила пока мне кажется я была не очень счастливой я стала прям супер счастливой когда я поняла что я не хочу быть как все когда мне нравится быть странной и не делать так как все говорят потому что история этого трека не отслушала много битов каждый вечер новые битмейкеры присылают потому что я я вот не пишу стихи я должна услышать сначала музыку и вот тогда я чувствую что вот внутри до либо слеза пошла если это грустный трек далее либо мне сразу хочется встать и танцевать она делаем я сажусь и там уже достаю свои слова тексты рифму и она получается и я нашла этот бит ричи битмейкер ричи фрам чичи включая меня все меня все меня все тянуло да послать игроки и следующее а вот вообще мне все равно что вы мне скажете я сделаю то что мое сердце так чувствую и мне все равно что мы еще со стромой запишем фит хайпе хайпе колоночка такая пум отмена галя отмена так окей-окей-окей-окей let's play позитив слова thank you very much москва слезам не верит она верит звездам когда ты все равно таком депрессивный русская душа зима холода он как ты концентрируешься на негативе не работает москва не верит слезам москва верит звездам должен из этого минуса перед перри квалифицировать перри сублимация что-то хорошее тогда она получается все любят я сама такая была я могла заостриться на каком-то негативе я могла уже очень сможет такое поле дабы семья разошлась там тут не там но 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 чисто на благодарности вывозим и это твоя ответственность из минуса сделать плюс уже и положить эту боль в творчество и она тебя только будет мы говорим типа спасибо за то что меня так сломала значит здесь верьте короче верьте ребят как бы вас нет чем больше сломала но кстати уже страшно если ты уже такое неужели тебя еще больше сломать чтобы еще эволюция это все равно мы просто относимся к этому так что типа вот это слово мне надо убирать я буду какого изящно вместо т и п о изящно хорошо менять русскоязычными возьму это на замену 3 вот смысл в том что по сути мы боимся боли потому что нам кажется что эмоционально вот что-то не не верим но если относится то что боль это реально начать кайфовать это потому что однозначно за любым до рассветом приходит за любым закатом приходит Arcane c после дождя не бывает всегда закат ночь 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 всегда солнце станет и выйдет и всегда у тебя получится вопрос на ответственность на тебе смог ли ты в себя внутри переубедить from inside out, не внешние обстоятельства тебя загнали в эту позицию, а ты изнутри, из состояния наполненности как-то что-то сделал, трансформировал и вытащил из себя вот эту вот, вот эту боль, которая может миллиону, миллиарду людей помочь. Поэтому, еще спрашиваю про философию, люди в России, все, кто меня сейчас слушают, мы сильная нация, русская сильная душа, у нас даже зимы больше всего, 8 месяцев зимы, темнота, когда знаешь, у некоторых странах круглое солнце, круглое лето, как бы, хорошее настроение, и то они могут, наверное, где-то найти минусы жизни в России, мы такой в берлоге, у нас вот 3-4 месяца солнца, мы в берлоге, а потом мы вырастаем, воскрешаемся заново, поэтому как птица Феникс, мы сильным духом люди, да, птица Феникс. Ну смотри, мы на Олимпиадах, вот у меня дух завораживало, когда Олимпиада, наши русские девочки художественной гимнастики, я привела, когда смотрела такой сильный дух из закалки люди. Ирина Виннер могла, я не знаю, can I say this or not, она ломала девочкам ребра, она закидывала в них булавы, это про то, чем тебя сильнее жизнь ломает, тем выше и сильнее ты потом становишься. Я слышал эту историю, ну да, это типа вопрос уже философский, риторический даже. Но очень сильные люди, то есть... В наших странах, конкретно в России, у тебя по сути у большинства есть выбор, либо на Олимп наверх, либо всё, ты потонешь в этой посредственности, нищете, потому что нету среднего класса, его не было раньше, сейчас, возможно, ситуация меняется, но у тебя такое, поэтому и стремление выйти из... практически все росли в нищих, бедных семьях, и это не хорошо, не плохо, просто было стремление туда наверх, а это стремление закаляло из тебя, делало из тебя реально человека. Вот даже, я сколько встречал ребят в Калифорнии, которые говорят, я из Сибири, такие крутые чуваки, они настолько, они там палатки собирают, они максимально, ну, приспособлены к жизни. Не смотрел фильм «Кислород»? Нет. Два наших, они поднимались на... Второй совет у тебя, да? «Кислород» и какой первый фильм? «Everything is a Remix». Да, записал, окей, и что там? Просто два чела русских поднимались на гору, взяли с собой третьего австралийца, новичка, он тоже их не смог вывести всю историю, и прикольный фильм. Прикольный фильм. Посмотрите и напишите в комментариях вообще. Ребят, если вам что-то в голову заходит, то что, блин, круто было бы во втором выпуске увидеть, тоже пишите, мы с удовольствием прочитаем и скажем, типа, делаем второй. Кофточка от газолиновой, ну, маме, маме. Моя команда, моя семья, мама, папа, привет. Все, олимпийский. А есть еще? Я вас не слышу. Есть еще трек? Да, кстати, это строчка из моего трека «Адреналин». «Твоя любовь, это Грам-при, я как спортсмен иду на Олимп, дай мне, дай мне любви». Сейчас слушаем, да? Давай, конечно. Там, где мы идем всегда праздник. Круто, реально. Блин, на самом деле, реально, уже надо отходить от стихотворений, потому что прикольно. Нет, ни в коем случае. Я сейчас ловил некий вайб. Но ты что? Насколько это многогранно, когда ты, и ты не просто текст читаешь, ты, во-первых, мне понравились некоторые. Это же театр, это актерство, это нет, ничего, мне кажется, не сложнее, как актерская профессия. Ты должен, во-первых, выучить этот скрипт, прийти на этот кастинг и отыграть. Даже не в кино, а в театре. То есть нету, типа, мне кажется, вот почему некоторые офигительно поют, приходят на голос, там какой-то космический вокал, но потом они становятся. Это про то, что мы не готовы, возможно, внутренне не готовы к этому. Блин, ты сейчас очень круто, вот, благодарю, во-первых, за подкаст. Благодарю, что позвали. Погрузила меня вот в некий, я почему-то очень поверхностно относился к такой музыкальной современной тусовочке, но ничего не меняется, смысл-то всё равно перекочёвывает, форма меняется. Сейчас даже чем проще, тем лучше. Вот мы с тобой стояли тут, разговаривали про какие-то видео. Я думаю, неважно как, что, просто выкинуть и забыть. Такой, блин, я классный, мне понравилось. И не ждать, что там будет. Это и есть как будто лайфхак игры. Отпустить ожидания. То есть ты такой, да даже, либо поиграть, типа, play pretend, как ребёнок. Окей, у меня там сто тысяч просмотров. I know. И я себя чувствую, моей маме понравилось это видео, знаешь, и значит, оно классное. Да вообще плевать. Самый дешёвый товар в мире что? Людское мнение. Людское мнение? Вообще плевать. Ну, типа, если ты вот это состояние, и ты кайфуешь от этого, пошли. Ну, ты же для себя делаешь. Ну, надо же просто, видишь, как Перис Хилтон говорил, знаешь, я одеваю очки, все думают, что я выпендриваюсь, я, типа, крутая. Я вас не вижу за очками, и мне хорошо. Всё, я... Я не хочу. Но главное не укатиться в Ольгу Бузову. Сейчас такие фанаты, фу, мудак, типа, хей. Да нет. Пока ты пиздец. Мало-палопин, мало-палопин. Ой, ладно, я не буду усвоить. Не, ну, смотри, она молодец, что она делает всё, что она хочет. Она крутая за то, что она летает по Крокусу, старается, работает, и она такая, какая она есть. Нет, с точки зрения её заслуг, я вообще не умоляю, я её восхищаюсь. Человек зарабатывает деньги. Человек делает то, что любит. Сто процентов. Просто вопрос уже аудитории, наверное, для каждого... Аудитория СМО выбирает тоже. Типа, слушать Led Zeppelin, Scorpions, Guns and Roses. Ну, да. И такие же там... Пока ты пиздец. Ну, иногда... Давай это на главное, типа, вынеси. Ну, понимаешь? И Ольгу Бузову тоже на обложку. Это наш кумир. Даже вот на то, что мы много говорим, много говорим, говорим вот тоже... Она делает. Да это хорошо, что она делает. Я к тому, что иногда вот душнить и быть её тоже многоумным. Да, сто процентов, конечно, конечно. Это вообще отстой полный. Сто процентов. Знаешь, люди вот стараются, снимают клипы миллионы. Чел вышел... Вот есть сколько этих рилсов, где чел в армии просто танцует под гламур. Бабки не видел? Я хочу вставить это видео сюда, но это же просто полное-полное... Это же кайф, типа, молодец. Он просто сделал, покривлялся, станцевал в какой-то странной хате, и у него больше просмотров, чем там клип, над которым старался. Поэтому будьте проще, и мир тебе подтянется, знаешь? Да, но вот самое сложное в этом мире – быть простым. Быть простым. Но всё гениальное просто. Диаметрально противоположно не звучало. Сохранить в себе вот эту простоту, тот, кто ты есть. Неважно, чтобы ни одна маска не изменяла. Ты в какой-то обществе другом, с семьёй ты одна. Сто процентов, да. С каким-то своим молодым человеком другая. А если ты реально тот, кто ты есть, и ты вот всё прогибаешь, чтобы никто тебя не изменил, и транслируешь свою простоту. Это очень большая сила нужна. Очень большая сила нужна. Очень большая сила. Это как, знаешь, ускорение на скорость или ускорение на массу равняется Дагестан. Почему? Потому что Дагестан – это сила. Ну вот. На этом? А ты была в Дагестане? Я хочу сказать, я была везде. На Гранд-Каньоне, Ниагар с двух сторон. Я была в Калифорнии, облетала все штаты. Моё самое любимое место – это Северная Осетия, Владикавказ. А, ладно. Горы. А где именно? Я был там. Северная Осетия, Феогдон. Вау, я был в Феогдоне. Там очень круто. То есть, может быть, потому что я горный козёл, по гороскопу козерога я не знаю. Да нет, ну там действительно нереальные природные виды. Поэтому, мне кажется, ещё мы номер один, русские, даже Хабиб. Понимаешь, потому что, когда он, не в тренировочном зале, ты тренируешься, а в этих горах, извините, какая-то мощь. Правильное ударение на го. Горах. Потому что это, например, английский акцент. Не, прикольно. Я с тобой абсолютно согласен. В плане того, что нужно верить, что тот потенциал, который у тебя... Тебя есть, он для тебя сделан. Ты в твоей стране, и ты можешь конкурировать с любым в мире. Ну, если кому-то нужны доказательства, они у нас есть, да. Много людей, которые способны были и сделали это. Но ты, как звёздочка, как маленький человек, тот, кто нас смотрит, всё равно должен понимать, что вот я тоже везде пожил, ты везде пожил. Потому что вы индисомы, вы ценные, вы целы. На любом месте планеты ты человек, ты ресурс, твоё состояние, как ты себя ощущаешь, что ты изнутри транслируешь from inside out. Это самое важное. И не может тебя Нью-Йорк сделать счастливым? Нет. Л.А. или Марокко, Дубай, Москва. Тебя делает счастливым твоё состояние, как ты себя ощущаешь, и из этого наполненного состояния, что ты транслируешь? Сто процентов. Другим людям. А люди в обратку тебе кидают деньги, там, что угодно, что ты желаешь в ответ. Thank you that you are. Thank you for having me. Thank you for you. Ну, благодарствую за то, что ты пришла. Ты очень крутая. Спасибо большое. Первая наша гостья, девушка. Все, всем пока. Всем пока. Пока-пока. That was fun.